В жизни каждого человека Это временное и достаточно короткое событие в истории в отдельно взятом случае Возможно, жизнь – это всего лишь короткая вспышка, но миллиарды судеб вершили историю А места, где люди рождались, воспитывались, поклонялись богам и уходили в мир иной, вызывают и трепет, и восторг Вот простые примеры – египетские пирамиды, пещера Рождества Христова, церкви Кремля, Кембридж и Оксфорд Посечение которых запоминается на всю жизнь Могучим индустриальным мегаполисом, выстроенным в 20 веке, похвастаться культурным наследием, конечно же, сложно Но в таких городах, как Магнитогорск, являющимся наиболее знаковым, есть здания, где воспитывались и росли тысячи ребятишек Конечно же, это школы Как и у каждого храма, так и у каждой школы есть свой особый специфический облик Но среди учебных заведений, ориентированных на воспитание детей рабочих технологического города В конце 60-х появление гуманитарно ориентированной англоговорящей школы не осталось незамеченным Школа сразу же стала пользоваться авторитетом Это потому, что цель создания этой школы, как она ставилась мною и руководством народного образования города Это дать возможность детям рабочих, в основном детям рабочих комбината, детям рабочих треста и детям служащих знания английского языка И мы этой цели добивались с большим успехом, надо сказать Что способствовало этому? Во-первых, способствовало то, что мы никогда не останавливались на достигнутом Мы очень много ездили по командировкам, посетили и Куйбышев, и Уфу, и Екатеринбург, и МИАС, Челябинск посещали, Златоуст и так далее Где обменивались опытом, смотрели, как люди там работают и рассказывали о своем опыте Там-то, вот в Куйбышеве, я впервые увидел, как используется элементарный компьютер Вернувшись в родной Магнитогорск, я поговорил с шефами У нас были замечательные шефы, работники комбината РОВ, Рудообогатительная фабрика И они нам создали первый кабинет программированного обучения Но не по троичной системе, как в Куйбышеве, а по пятеричной системе, как в Америке И очень удачно, дело в чем, вот ребенок, когда он, значит, получает карточку В карточке пять вопросов, и есть пять ответов Пожалуйста, значит, надо выбрать один правильный Поэтому на каждом столе были две плятые Ну, двое учеников сидит за столом всегда Вот, слева и справа И вот на этих плятах было пять штырей, однополюсных штырьков И вот он берет штырек и смотрит по горизонтали Ага, первый, второй, третий, четвертый, пятый Правильный ответ, он думает, будет пятый И туда вставляет штырек Потом вторую горизонталь также берет И у него второй вопрос решает задачу Если он уверен, значит, что второй вопрос, этот ответ правильный будет В третьем гнезде вставляет туда штырек И так далее, значит, все пять штырьков, когда он поставил На табло должно загореться пять лампочек Три синих, одна оранжевая и одна белая Это пятерка Ребята аж выезжали от радости, когда видели, что на табло он получает пятерку Все видят, все знают сразу Очень были довольны Это только сейчас мы можем понять необходимость такого революционного решения Создать первую школу с преподаванием предметов на английском языке Сейчас, когда этот язык межнационального общения стал насущной необходимостью для большинства технически грамотных И интеллектуально образованных специалистов А тогда, 40 лет назад, это воспринималось как странная прихоть Во время холодной войны и противостояния Востока и Запада Но цель была поставлена Был сформирован педагогический коллектив Оборудованные лингофонные кабинеты И дети заговорили Конечно, это удавалось не всем и не сразу И тогда, и сегодня Но дифференцированный подход, суть которого заключается в формировании небольших групп Ведомых профессиональными учителями И увеличенная языковая нагрузка не с четвертого, а со второго класса Плюс активная практика Позволили добиться впечатляющих результатов Выпускники 33-й вызывали и вызывают зависть своими победами на Олимпиадах по английскому Легкостью поступления на факультеты иностранного языка Издачей экстерном экзаменов И кандидатских минимумов в технических университетах Мы строго соблюдали социальные условия Город наш рабочий И мы набирали детей, работников комбината Причем дети эти замечательно чувствовали себя здесь, в этой школе Потом, что интересно 98-99% на протяжении всех лет Впускников спокойно поступали в институт Спокойно Без надрыва И родители были, разумеется, благодарны школе Поэтому сами родители друг другу передавали Вот эту вещь, что есть в городе Замечательная школа, где можно получить достойное образование Достойное время И у нас, в общем-то, ведь город Потому и мощный, что потенциал большой, высокий Научный, педагогический потенциал Институты такие великолепные в городе И кадры дают, поставляют в школу Вот это вот все и помогало Нам успешно работать Ну, сложностей было много всегда и везде Ну, я не привыкла жаловаться и никому не кланялась И никому не жаловалась на трудности Мы решали все коллективом учителей, родителей и старшеклассниками У нас был совет старшеклассников Сильная комсомольская организация Кстати, когда-то она была лучшей В районе, городе, Челябинской области И мы знамя имели переходящие И дружина у нас была пионерская, интересная Вот коллективная работа всегда была интересная Дети были заняты делом Самодеятельность хорошая Театр школьный, вы помните То есть неклассная работа, помимо учебы Была великолепно поставлена Статистика – это логика фактов С которыми трудно спорить и которые невозможно отрицать И статистические данные говорят о том Что более половины выпускников покидают родные пенаты И разлетаются по городам России Да, среди тех, кто обучался в 1933 Нет большого количества руководителей Производства металлургического комбината И это не есть плохо Школа воспитывала и воспитывает оригинальные и яркие личности Которые предпочитают собственными силами строить свою жизнь Возможность приспосабливаться под уже существующее Это не для них Так кто они? Это предприниматели, бизнесмены, ученые и, конечно же, учителя Люди творчества в экономике, политике, искусстве и воспитании подрастающего поколения Каждый из выпускников 33-й, вне зависимости от года, в котором он покинул родные пенаты Легко узнает своих коллег по школе Каким образом? Это спокойная уверенность и воспитанное чувство такта Можно сказать, рафинированность в лучшем смысле этого слова В любых конфликтных и сложных ситуациях преимущества людей, привыкших сначала работать головой, анализировать и принимать взвешенные решения, очевидны Умение научить ребенка думать самостоятельно, искать собственный взгляд на жизнь, аргументировать свою точку зрения Такое мастерство без ложных обиняков доступно не каждому Недалекого ума критики скажут Конечно, в 33-й привыкший работать преимущественно в одну смену и нагрузка на учителей меньше И работать проще Но однотипность и функционирование по конвейерному принципу это не цель этих учителей В институтах, академиях и университетах подобная практика называется научно-исследовательской работой студента Но в отличие от студентов, школьники здесь находятся в поиске и изучении предметов вместе Во-первых, большую роль играла семья У нас, как правило, дети были, которые были под неусыпным надзором родителей Во-вторых, у нас был очень сильный преподавательский состав Вот сейчас я, например, вспоминаю Замжицкую Людмилу Федоровну, Липиеву Клару Павловну, Юремину Галину Викторовну, Питкову Валентину Ивановну Но очень сильные учителя были И ныне работающие учителя, такие как Тамара Федоровна, Грачева, Окчалова Галина Наумовна, Цикушина Ольга Ивановна У нас сильнейший был и остается, я считаю, на сегодняшний день преподавательский состав И в-третьих, вот это изучение языка с детства, со второго класса Оно всегда развивает билингвистика, она развивает умственные способности Хотя не все, естественно, ученики идут на инфакт Но общее развитие, изучая иностранные языки, они получают У нас же был эксперимент таком, что они у нас и французский, и немецкий еще изучали У нас сильнейшие ученики выходили Пожалуй, только с возрастом понимаешь настоящую цену времени и жизни По сути, не такой уж и длинной Конечно, для этих ребят все еще впереди Но можно с уверенностью говорить о том, что 11 лет, проведенных в стенах небольшой 33-й Оставят нестираемые следы в памяти Даже сейчас В насквозь компьютеризированное, наполненное соблазнами время В этих глазах светится тот же живой интерес, что и 10, и 20, и 30 лет назад И пусть сейчас вместе с пеналами на столах мобильники, а ноутбук – это домашний конструктор Книжка для раскрашивания и словарь с энциклопедией в виде интернета в одном Но ни один монитор, ни одна программа никогда в жизни не заменят прямого общения Компьютер не раскроет философских принципов Не покажет тепло химической реакции Физику магнетизма Не объяснит смыслы и цели поступков людей в времен прошедших И не научит работать руками Возможно, книги для кого-то это анахронизм Но книги, прочтенные в 33-й, запоминаются не перелистыванием листов А осмыслением истории и переживанием судеб Конечно, не без основания можно гордиться мощной гуманитарной базой Заложенной основателями и постоянно поддерживаемой педагогами сегодня Но техники и строители, и металлурги, и радиоинженеры – это тоже выпускники Часто ли они сюда возвращаются? Конечно, часто, особенно в первые годы обучения в вузах К сожалению, там маститые преподаватели просто не в состоянии объяснить каждому А здесь их ждут всегда Какими словами передать тепло и доброту этой школы? Да теми же, что и тепло родительского дома Небольшая, уютная, светлая, интересная и справедливая Этих слов достаточно и больше не надо Вот как работала я с вами, так работаю я с сегодняшними ребятишками Мне нравилось работать и 25 лет назад, и 33 года назад, и сегодня Я сегодня безумно люблю и 11 класс, и на самом деле безумно люблю И шестиклассников, они очень-очень интересны Отношение к учебе точно такое же, какое было у вас всегда Они любят себя, они уважают нас, как любили вы, как уважали и вы нас Поэтому мы сегодня не говорим, что дети иные, хотя пока они не придут к нам, кажутся иными Мне кажется, малыши совсем не похожи на наших старшеклассников А на самом деле, когда они подходят к нам, вроде бы не чувствуется вот этой разницы Я не могу сказать от себя лично, что дети стали совершенно другие Они демократичны, мы были достаточно всегда свободны в поступках и в действиях И сегодня дети очень-очень свободны Они раскованы, во всех отношениях раскованы 40 лет истории школы, 20 из которых пришлись на время перемен бурных, тяжелых Во многом неприятных для работников бюджетной сферы, в особенности Да и сейчас жить и работать немногим проще А особенно педагогам Большинству из которых пришлось видеть страны спокойные и сытые И, возможно, опыт увиденного сплотил этот творческий коллектив Там, за тысячи километров от непонятной России, люди занимаются тем же ремеслом Не гонятся за сиюминутной прибылью А работают с максимальным комфортом и отдачей Для таких разных по цвету, но таких одинаковых, по сути, детишек Там нет разницы Дети это топ-менеджеров или простых инженеров, рабочих На этом этапе для этого общества все равны Россия скрученная, вывернутая наизнанку С чудовищной разницей в мировоззрении бывшего клерка, ставшего миллиардером И врача, спасающего жизнь, и 10-20 лет назад, безусловно, накладывает свой Не всегда хороший отпечаток на подрастающее поколение Но для этих учителей нет разницы Свой долг и свою ответственность они распределяют равномерно Для них главное создать полноценного человека Способного ценить и понимать окружающих Это отчетливо видно, когда приходишь в школу и через 5, 10 и 15 лет с момента, когда отзвучал последний звонок Стабильность Вот это главное достижение Каждый год родители сюда приводят несколько десятков первоклашек Которые в этот день знаний, конечно, еще не понимают, как им повезло Учиться в школе с традициями качественного образования 1 сентября года 2006, как всегда, чистая обновленная школа Как всегда, испуганность первоклашек, волнение родителей и воодушевление будущих выпускников Которые через неполный год войдут в большое плавание, к которому они будут подготовлены А педагогам, занятым делом святым и достойным, особенно приятно среди родителей Видеть лица своих выпускников Дети которых, без сомнения, получат образование высочайшего класса Сейчас они более раскованные Более свободны в обращении с учителями Они могут задать любой вопрос и повести себя настолько неординарно, что иногда даже не выдаешься Но в то же время это умницы, интересные детки И что нравится в школе, конечно, мне Что коллектив наших учителей стабильный И вот самое интересное, наши же выпускники нашей школы По-моему, человек уже 10, если не больше, вернулись к нам в школу И также продолжают традиции наших этих учителей, которые у нас работали И что-нибудь еще интересно в школе Идешь, когда по школе, бегут маленькие наши ребятишки Похожие, ну, бывает прямо копия наших родителей, наших выпускников И это радует Школьные годы чудесные И это невысокие слова, смысл которых понимаешь с возрастом Когда еще в будущем будет столько времени для познания мира Соревнования со сверстниками Времени для споров и поиска ответов на вопросы Да никогда! Взрослая жизнь со своими проблемами – это не беззаботное детство А для этих ребят все еще впереди Они живут и воспитываются в благодатном коллективе В современных оборудованных классах У этого будущего России есть возможность на практике Реализовать языковые навыки уже со школьной скамьи Благо, заграничные путешествия с родителями сейчас доступны А традиции общения на английском заложены здесь с первого камня Ученики 33-й первыми увидели Соединенные Штаты и Великобританию Сюда в первую очередь привозят иностранные делегации Здесь умеют встречать гостей Трудно ли на протяжении десятилетий занимать лидирующие позиции Когда в городе появились десятки лицеев и частных школ Предлагающих образование хорошее и разное Однозначно да Но для этого коллектива эта задача вполне решаема Свой собственный стиль, глубина знаний и воспитания ярких личностей Вот залог успеха Да, теперь многие школы выводят английский язык даже со второго класса Но, конечно, углубленное изучение это только дает наша школа В связи с тем, что ввели английский язык со второго класса Это по два часа в других школах У нас это три часа, теперь уже с этого года будет четыре часа со второго класса С пятого класса шесть часов Но, а как мы выдерживаем конкуренцию? Ну, надо сказать одно, что на протяжении последних лет Все три первых места городской олимпиады это школа 33 Даже несмотря на то, что много частных школ В этом году мы заняли первое место на области Чернышдарья нам принесла В этом году, в прошлом учебном году, наши детки съездили в Чехию На третий тур Екатеринбург проводила олимпиаду по основам ног Привезли на второе место Поэтому здесь мы позиций своих ни грамма не сдаем И, в принципе, независимо от того, что школы у нас частых много Мы все-таки свою марку держим Мы сейчас уже больше говорим о языке Сейчас, благодаря нашим родителям, кстати, бывшим нашим выпускникам Мы больше практикуем, начали практиковать с этого года Встречи с носителями языка Вот у нас была встреча с консулом, где ребята говорили только на английском языке И консул отметил, что дети 33-й школы очень хорошо владеют английским языком Сегодня жизнь 33-й такая же веселая и насыщенная, как и десятки лет назад Участие в конкурсах, соревнованиях Текущая деятельность не останавливается ни на минуту Изменилось немного, разве что отсутствие школьной формы Все так же уважаются истории памяти Все тот же интерес в глазах ребят Все та же забота учителей А это и есть стабильность Работать здесь, конечно, нелегко Учиться здесь почетно А получение аттестатов сродни получению путевки в жизнь Жизнь, в которой наверняка пригодятся знания и культура Заложенные людьми, беззаветно преданными своей профессии Выпускники 2006-го Это уже четвертый десяток детей, прошедших полный цикл образования в стенах небольшой, но очень уютной школы Выпускники Это всегда гордость учителей и уверенность в будущем Которая у этой школы будет без сомнения светлым Как и у всей России в целом И в этой уверенности нет никаких сомнений Редактор субтитров А.Семкин